В Ивановской мэрии обсудили вопрос на злобу дня, подготовку к паводкам. Температура воздуха с каждым днем повышается, а вместе с ней растет и актуальность этой темы. Зима нам преподносит такие сюрпризы, что некоторые говорят, что 40 лет такого снежного покрова не было, другие говорят, что 100 лет не наблюдалось такого снежного покрова на территории, в том числе и города Иваново. Вот поэтому проведена очень большая подготовительная работа. Мы вскрываем ливневые канализации, промываем горячей водой, вывозим снега, уже более 300 тысяч кубов вывезли за территорию города. То есть готовимся к противопаводкам мероприятиям, готовятся все службы. Ливневая канализация в Иванове с объемом воды справится, уверяют чиновники. Ото льда освобождено более 800 колодцев ливнеприемников. Проблема в другом. Не более 30% уличной дорожной сети города снащено ливневкой, поэтому подтоплений избежать не получится. Сезоны риска в мэрии хорошо известны. Сложная ситуация в этом году ожидается в Кохме. Есть вероятность, что повторятся события прошлого года, когда была затоплена канализационная станция. Полтора недели мои работники помогали работникам этой канализации скачивать поверхностную воду, которой имело место быть. И на третий день у нас появилось в грабельном отделении рыба. Соответственно, по моим предположениям, на этой самотечной линии где-то есть врезка либо с речки, либо что-то еще. Потому что три насоса мощностью 1200-1300 кубов в час, они просто-напросто не справились с этой водой, потому что по факту они перекачивали реку. Искать причины таких чрезвычайных событий нужно незамедлительно. В этом году снега выпало больше, чем в прошлом, а поэтому вероятность затопления территории гораздо выше. Работы у служб жизнеобеспечения этой весной будет предостаточно. Справятся ли они с натиском стихии, станет ясно совсем скоро.